Школьные игры Я не совсем согласна, потому что в последние годы, ну, несколько спад произошел. Я хочу сказать, интернет – это замечательно. И, в общем-то, дети с удовольствием там общаются, и поэтому немножко живое общение так на спаде. И вот наша задача – вернуть их в живое общение, чтобы им было еще и интересно. Ну, вот пытаемся померить своих сил каким-то образом, чтобы было с нами интересно, и чтобы они побольше, побольше к нам приходили. Какой же ассортимент именно детских игр? Есть зачетные игры – это классика, это игра «Что, где, когда», это «Брейн Ринг», это «Своя игра» и «Эрудит квартет». Ну, и масса всего-всего сопутствующего, развлекательные, развивающие, много тех, которыми мы пользуемся для того, чтобы им было развиваться надо интересно, и взрослым, а детям тем более. Каким образом проходят этапы интеллектуальных игр? Потому что они идут на восход, некоторые команды от Севица, самые лучшие проходят в новые этапы. В этом году мы приняли такую, в общем-то, схему – пять зачетных игр «Что, где, когда», октябрь и пять месяцев подряд после него. По лучшим результатам команда имеет право поехать на чемпионат Украины в Одессу. На весенних каникулах денег бы нам побольше. Господа спонсоры, мы вас ждем. Игра «Брейн Ринг» – это три отборочных турнира. Как мы их называем между собой осенние брейны, зимние и весенние, хотя это не совсем точная формулировка. Ну, где-то так. Для детей это то же самое. И будет один или два отборочных таких тура по своей игре и родит квартету. И все это мы можем представить как чемпион в младшей школьной лиге. Это дети до, включая девятый класс, и старшая – это десятый, одиннадцатый. Опять же, деньги, деньги, деньги на весенних каникулах в городе Одесса. Там все замечательно. Я очень хотела бы, чтобы наши дети поехали, потому что общение с другими детьми. А это, в общем, представители практически всех областей Украины. Ребятки очень интересные, очень яркие, очень современные. И, я думаю, такая взаимосвязь, она очень полезна. Вот хотелось бы узнать, существует ли какое-то определенное отличие между интеллектуальными играми для взрослых и для детей, соответственно, в условиях участия, возможно? В условиях участия? Да. Вы знаете, в принципе, нет. Вот это, так сказать, вот эта вот лестница, дети, потом, дай бог, студенты и молодежь, то есть у нас вот такие вот три этапа, и взрослые. Хотя бывают такие прекрасные дети, которые с удовольствием принимают участие и во взрослых, и не боятся, и очень неплохо. Ну, и, в общем-то, как-то у нас так нет, вот четко. У нас эта лестница, она, в общем-то, открыта для всех, и могут они себе спокойно принимать участие. Ну, у взрослых просто несколько другая специфика там бывает. Вопросы, конечно, гораздо сложнее. А что касается детей, то им нужно уделять просто очень, гораздо больше внимания, чем взрослые. Вот это, пожалуй, отличие. В игре, которая будет проходить уже в эти выходные, хотелось бы узнать, какие команды будут представлять себя. Какие школы, я могу сказать, я не все скажу, потому что их достаточно много. Ну, во-первых, у нас областной клуб, и поэтому у нас еще принимают участие команды «Новой Одессы». У нас это синхронно, ну, собственно, разница в 2-3 часа только. У нас эмиссар ездит в Одессу, да, а потом он приезжает сюда, и мы, собственно, эти же вопросы отыгрываем здесь, на базе Могилянки. Мы ее так называем, хотя это Черноморский университет. Но это вот я как раз, если можно, скажу два слова. Спасибо огромное вот этому учебному заведению, которое терпит нас уже 18 лет. Стены Черноморского университета стали уже... Безвозмездно, абсолютно. Спасибо большое Леониду Павловичу Клименко, который терпит нас тоже. И дух этой Могилянки, ну, такая прелесть, это так хорошо. Вообще, где вы видели ректора, которому можно в любой момент попасть, сказать о своих проблемах, и который откликнется на это. Поэтому дай Бог здоровья им всем, чтобы они нас терпели еще долгие-долгие годы. Так вот, возвращаясь к тому, что вы сказали, это 22-я школа, 52-я школа, 2-й экономический лицей, гимназия имени Аркаса, это 53-я школа, 52-я, 42-я, 46-я. Ну, если говорить честно, возможно, я кого-то не сказала, я прошу прощения. То есть хочется, чтобы они, как мы говорим, размножались, эти команды, и побольше, и побольше. А каким образом школы, классы могут присоединиться к вам? Как им создать свою интеллектуальную команду, чтобы участвовать в играх? В первую очередь, желание. Второе, выходит на меня. А дальше уже как положено. Для того, чтобы участвовать, необходима команда. То есть это могут быть несколько учеников из разных школ или именно одна школа? Абсолютно правильно. Ко мне приходит один-два ребенка, очень хочется, к нам, я не скажу ко мне, это к нам в клуб, очень хочется, чтобы детки, вот мы пытаемся создать атмосферу, чтобы они пришли, и они уже сразу наши. Вы знаете, в какой-то степени получается. То есть вот ты пришел один, у нас уже есть такой лозунг, достоин уважения каждый, кто сидит за игровым столом. То есть если ты себя уже попробовал, если ты хочешь, то это уже уважительно. И второе, чтобы дети не пугались. Каждый имеет право на собственное мнение. Они его отстаивают, очень рьяно. У нас бывает очень, и последнее, и каждый имеет право на ошибку. Вот это, эти три таких вот постулата, будем так говорить. И дети приходят, они чувствуют, ну кто-то в большей степени, кто-то в меньшей. Поэтому если придет даже не команда, а один, два, три, то мы сделаем так, что они будут чувствовать себя нормально. Николаевский областной клуб интеллектуальных игр вышел уже на всеукраинский уровень. Хотелось бы узнать, какой уровень мы держим на фоне других городов, других городов? Взрослые. Ну взрослая команда у нас есть такая, Каисса Дикий сад. Это очень такая уже титулованная команда, в составе которой есть Кудрявцев Александр, который вообще является, несколько лет назад был, в общем-то, признан на просторах СНГ, не только, то есть игрового пространства, лучшим вопросником этого текущего года. Мы его очень уважаем и любим. В общем-то, по своей игре и по многим другим, это команды, которые держат одно из первых мест. Что касается детей, дети имеют отвратительную привычку взрослеть и уезжать в разные города. И вот есть команды прекрасные. Хотя, с другой стороны, мне позвонил выпускник из Львова и ужасно обрадованно сказал первокурсник, что мы принимаем участие там, в интеллектуальных играх. Было 33 команды взрослых, взрослые студенты, 4-й, 5-й курс. Мы заняли 11 место. И он осуществлял функции тренера, говорит, я лихорадочно вспоминал все, что вы мне говорили. И вы знаете, я считаю, это здорово, если они приезжают и там что-то делают. А есть ли на вашей практике именно те детки, которые прошли всю эту лестницу и сейчас уже... Вот здесь, в Николаеве, есть такой Леша Бабицкий, который пришел ко мне с 13 лет. И уже, Леша, извини, я каждый раз забываю, 14 лет ты с нами или 15. Он, кстати, это тот эмиссар, который ездит в Новую Одессу, для которого это очень много. Леша Житких, капитан одной из команд, тоже взрослых. Надя Питерова и многие-многие дети, которые действительно вот... Спасибо им за то, что они не бросают это все. Дети играют в интеллектуальных играх на голом энтузиазме или все-таки они чем-то поощряются? Вы знаете, когда они приходят некоторые и говорят, а приз будет, я говорю, приз – это твое общее интеллектуальное развитие. Я считаю, что нет, хорошо, конечно, если там тебя потом поощрят, но они должны понимать, что это важнее любого денежного поощрения. Я не буду бороться с этим до конца, но я пытаюсь в какой-то степени им это дать понять. А какие-то сертификаты, которые будут показывать о том, что дети участвовали в интеллектуальных играх, о том, что у них есть такой опыт? Я хочу сказать, что, в общем-то, я работающий человек, я работаю и занимаюсь интеллектуальным клубом в Заводском доме творчества. И там выпускникам выдается свидетельство. Вот в этом году четыре выпускника получили четыре свидетельства. Один с ним уехал в Польшу, во Львов, в Шевченко универ. Все разъехались. И они даже говорили, что за границей это поощряется, иметь вот такое. И вот мальчик у меня есть такой, заика, свят, который в этом году заканчивает, собирается поступать где-то в Германию. В общем-то, говорит, там даже больше требуется не столько, что ты закончил, а чем ты занимался еще дополнительно вне учебы. И там это ценно, это приятно. Вот затронули бы тематику того, что детям знания, которые они обретают во время интеллектуальных игр, они действительно очень хорошо службу дают хорошую. Вы знаете незнание. В первую очередь я учу их общаться друг с другом. Я говорю, если вы здесь, значит у вас будет будущее, которое, возможно, позволит вам быть руководителями. Вы должны иметь возможность и иметь навыки, я кто скажу, да, общаться с людьми, понимать их, решать какие-то проблемы. Очень быстро, очень скоро. Вот это основное. Ну, естественно, общее развитие. Без этого сейчас никуда. Вот такие вещи. Ну, на самом деле, интеллектуальные игры очень развивают быстроту мышления и смекалки. И именно этим помогают быстро принимать решения. Ну, естественно, на любой работе, если ты еще руководитель, тебя будут уважать не за то, сколько ты знаешь. У нас есть Википедия, есть интернет и так далее. А вот вживую все это, глядя на людей и понимая психологию, этому я тоже пытаюсь чуть-чуть учить. Это очень важно, я считаю. С какого возраста дети могут приходить в вашу клуб для родителей, которые сейчас... У меня в октябре месяце сидели три четвероклассника. Кстати, один из них сын, вот, Александра Кудрявцева, о котором я говорила, вот, вундеркинд. То есть это уже семейное дело. Да, ну и двое, и тем не менее, они так барахтались хорошо, и два очка взяли, молодцы. То есть, ну, конечно, малыши нужна особая программа. Но, в принципе, я лично вот в нашем клубе, ну, седьмой класс. Восьмой, девятый, ну, десятый, одиннадцатый, девятый, это мое. Хотя, еще раз говорю, ребята, не пугаться. Если кто-то вообще считает, что он ого-го, шестой, ну, попробуйте, вдруг получится. Хотелось бы слышать от вас буквально еще пару слов перед новостями, которые мы будем представлять. Почему дети должны прийти в клубе дилектуальных игр от вас, как от профессионала? Первое, потому что мы их сразу там любим. Ну, это очень важно, потому что дети чувствуют, я могу где-то там нервничать и так далее, потому что я музыкант по образованию, все, но они чувствуют, что их там любят, и их понимают. Мне кажется, это очень-очень важно для современных детей. Ну, а дальше все эти составные, о которых мы с вами сегодня говорили. Поэтому, пожалуйста, приходите, мы будем вас любить. Ну, что ж, мы надеемся, что действительно сейчас все и дети, и родители, которые увидели этот анонс интеллектуальных игр, поймут, насколько важно развивать внутреннее мышление ребенка. Спасибо вам. Нагадываем и нашим телеградачам. Еще сегодня до студии Нового дня. Завитала Виолетта Вашенко, президент Макулайского областного клуба интеллектуальных игр. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова